Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы Украины в части пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции. Именно об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем адвокатом Дмитрием Яценко. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, насколько существенны эти изменения и когда они вообще вступят в действие? Изменения действительно приняли довольно существенные. Принял Верховная Рада за них православа менее 10 дней назад. Сейчас в течение 15 дней подпишет их президент. Будет публикация этого законопроекта и в течение месяца с момента публикации он вступит в действие. Как вы думаете, может ли президент не подписать эти изменения? Есть ли предпосылки для этого, скажем так? Нет, уверен, что он их подпишет. Поскольку эти изменения касались ранее военнослужащих, защищающих территорию нашей страны, государства, но не было прописано именно участие в антитеррористической организации, именно военнослужащих, задействованных в этих операциях. Поэтому фактически этим законопроектом внесена такая справедливость социальная и распространяется действие закона, который уже был ранее, теперь и на эту категорию граждан. Как сократится пенсионный возраст для мужчин и для женщин, которые были участниками АТО? При соблюдении определенных условий требований закона возраст их не сократится до 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин. А что это за условия? Законопроект предусматривает, прежде всего, что эти изменения касаются людей, которые принимали участие в антитеррористической организации, операции, которые получили статус участника боевых действий, что не менее важно, и имеют страховой стаж, который должен являться не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. А в данном случае страховой и трудовой стаж имеется в виду? Да, имеется в виду официальное трудоустройство, на котором они проработали более 20-25 лет, соответственно, и при этом внесли отчисления пенсионные за этот период. Такой очень важный вопрос, как будут назначаться пенсии семьям погибших в АТО? Сейчас. Законопроект в своих положениях предусматривает с момента публикации в течение месяца кабинету министров положено разработать этот порядок. То есть сейчас мы принимаем закон, он вступает в силу, публикует его, и в течение месяца кабинет министров разработает положение, как именно будет внедрен в жизнь этот законопроект, который сейчас пока только на бумаге. То есть порядок еще не разработан, а это только в перспективе пока? Да. Будет ли распространяться этот закон на вдов военных, которые затем повторно вышли замуж? Посмотрите, закон этот распространяется даже не только на вдов, но и на членов семьи родителей, прежде всего солдат, которые погибли там или погибли уже после окончания своей службы, ну а травмы, болезни, которые получили там на фронте, и на вдов, если они не вышли повторно замуж. Если же они выходят замуж повторно, то этот закон перестает распространяться на них. Что касаемо добровольцев, такой всегда очень сложный вопрос. Те люди, которые пошли сами, пошли в добробаты, и которым очень сложно вообще на данном этапе даже подтвердить свое участие, что они там были, поскольку они были добровольцами, скажем так, на птичьих правах, предусматривает ли закон эти изменения именно в этой части? Я боюсь, что у них возникнут сложности с обязательным требованием этого закона, статус участника боевых действий. Если они были как волонтеры, ездили, помогали, даже провели фактически последние годы жизни свои там, но не являются при этом участниками боевых действий, то закон не сможет распространить на них свое действие. То есть, не имея статуса, они не будут получать ничего. С семьям погибших добровольцев тогда еще сложнее, то есть им надо доказывать, что родной человек участвовал в АТО, и доказать этот процесс практически нереально, как я понимаю. Да, им будет необходимо действительно получить статус для погибшего, статус участника АТО. Но это маловероятно, потому что разработан уже давно порядок присвоения статуса участника боевых действий, кабинета министров. И там есть список документов, на основании которых присылается этот статус. И эти документы, это выписки из приказов командиров на участие в этих боевых действиях, там командировочные, именно эти зоны дислокации, в которых происходит антитеррористическая организация. И у волонтеров таких документов не будет, как я понимаю. Не будет. То есть, получить им статус очень и очень сложно, я так понимаю. Практически нереально. Даже несмотря на свидетельские показания, если там придет, извините меня, 150 человек и скажет, да, он прошел с нами, и Дебальцево, и Лавайск, и так далее, и тому подобное. Боюсь, да. Если бы законодатель предусмотрел, что присвоение статуса на основании свидетельских показаний, разумеется, это можно было сделать. Но если закон требует от нас перечня письменных документов, а именно приказов командиров и прочего, то мы не можем заменить эти доказательства другими. Давайте о более позитивном. Какие еще моменты, позитивные изменения предусматриваются? Законных изменений на самом деле не столь много. Закон просто расширил в нескольких пунктах то, что было ранее. Если ранее говорилось о защитниках нашей родине, там интернациональных, скажем, участвующих в боевых действиях на фронте, где так звучали, это формулировки закона, то теперь они внесли по всему законопроекту эти изменения в зону террористической организации, операции, участники боевых действий. То есть то, что касается нас, наших сослуживцев именно последние два года. То есть много со временем, скажем, перетрансформировали или внесли изменения в этот закон. Из положительного, то, что я читал, сейчас уже ожидается законодателями, что таких людей будет прибавляться на 500 человек в год в среднем. А, соответственно, изменения в бюджет они планируют вносить по дополнительных 12 миллионов гривен на возмещение именно этих пенсий участникам АТО, либо их семьям, либо вдовам. Как вы думаете, я понимаю, что вопрос может быть не совсем по адресу, но тем не менее, потянет ли наш бюджет дополнительные такие финансовые траты? В рамках государственного бюджета Украины 12 миллионов гривен, я не думаю, что это слишком большая сумма в фоне каких-либо других трат, траншей. Ведь, по сути, это даже не один миллион долларов сейчас, а, как известно, там, как и кредиты берутся, так и прочее, на сотни миллионов. Поэтому, я думаю, такую сумму выделить дополнительное пенсионное обеспечение 50-ти участникам боевых действий. То есть это не должно стать проблемой. Мы с вами поговорили о добровольцах, но есть еще такие люди, как волонтеры. Институт волонтерства очень активно развивается в связи с событиями на востоке Украины. И эти люди тоже попадают в зону боевых действий. Некоторые из них получили ранения, некоторые погибли. Есть ли какие-то изменения или что-то говорится в законе именно о волонтерах? Либо же нет? К сожалению, о волонтерах этот закон пока не говорится. Без сомнения, эти изменения надо вносить, надо регламентировать и их деятельность, для того, чтобы государство имело возможность защитить их от тех рисков, которые они попадают, принимая участие в помощи нашим сослуживцам. Но на данный момент они также не смогут получить статус участника боевых действий. Именно подтвердить свое письменное участие, письменными доказательствами в этих боевых действиях. То есть все упирается в статус участника боевых действий? Именно так. Есть ли какие-то еще подводные камни, которые вы, как юрист, увидели, заметили в этих изменениях, либо же в самом законе, которые были первоначально? Подводные камни, да, есть. И уже сталкиваемся мы с этим даже в Запорожье. Связаны они опять с этим получением статуса участника боевых действий. Он получается на основании направления командиром взвода этих документов в течение месяца после окончания службы солдатам. Связано с этим, что в связи с продолжением боевых действий командирам не всегда есть возможность даже элементарно в этот месяц направить документы на этого человека, чтобы он вовремя получил статус участника боевых действий. Еще больше сложности, если, не дай бог, он погибает там, то также, если командиру указано, что он должен подать документы в течение месяца после окончания службы, а солдат погиб там, то иногда семье приходится уже потом дополнительно в суде доказывать о том, что погибший их сын принимал участие, истребовать эти приказы с воинской части, и уже в судебном порядке бороться за этот статус участника, чтобы в дальнейшем получить ту же пенсию, те же льготы и все остальное. Поэтому сейчас этот вопрос еще и является проблемой. То есть такая бюрократическая составляющая все-таки имеет место быть, а тем более в зоне боевых действий это иногда сложно сделать. Мы надеемся, да, что станет проще, но пока последние два года эта проблема еще действует. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был адвокат Дмитрий Иценко. Ну что ж, изменения есть, и участники АТО должны о них знать.